Давайте посмотрим, значит, и не ел, и не пил. Не ел и не пил. А сидел и курил, да. Что-то такого рода. Вот такие вот дела, друзья. Я не знаю, что это может значить, не ел, не пил. Но, тем не менее, кораблекрушение произошло. Вон там какая-то яхточка, давайте туда пойдем. К сожалению, бегать нельзя, поэтому придется тихонечко так добираться. А вон вдалеке, на вершине горы, виднеется наш маяк. Наша точка, куда надо попасть. Хорошо, будем продвигаться. Такое затонувшее судно. Конечно, можно было все добавить, какие-нибудь гламурные эффекты. Затемнение, мягкие тени, свечение, размытость. Но здесь совершенно другие цели разработчики преследуют. То есть тут нет смысла показать, насколько тут все круто выглядит. Хотя, тем не менее, над графической составляющей работали довольно долго. И пытались донести всю жуткую атмосферу, которая здесь происходит с главным героем. Пока что я могу сказать, что им это удается. Такое, видите, такое судно. Ничего брать нельзя, как я уже говорил. Инвентаря здесь тоже нету, взаимодействия. Тут как бы просто вы ходите и смотрите, как бы, можно сказать, интерактивный фильм, что ли. То есть ничего брать нельзя, просто смотрите, наблюдайте. Игрушка изначально продается в Стиме. Вот такие вот дела. Она на английском языке. То есть разработчики обещали сделать русскую локализацию. Но пока что мы довольствуемся переводом любителей, энтузиастов. Я тоже, в принципе, уже говорил. Кто-нибудь забыл, кто не обратил внимания, напоминаю. То есть перевод недоскональный, перевод такой любительский. Так, привидения больше этого нету, теней там никаких нет. На корабле тоже движение. Я теперь буду пристально смотреть, высматривать. Есть ли какие-то тут сдвиги, что это такое? В днище должна быть дыра. Как еще смогли бы прибыть новые отшельники? Интересно. В днище должна быть дыра. Так, прыгать здесь нельзя, поэтому подойти посмотреть дальше я, к сожалению, не могу, друзья. Хорошо, возвращаемся. Значит, давайте подумаем и посмотрим, откуда мы пришли. Значит, пришли мы, значит, с правой стороны. То есть я когда шел, я четко видел корабль. Значит, видно, он был прямо посередине экрана. Хорошо, здесь есть возможность подняться вверх налево. Туда давайте посмотрим. На той стороне мы тоже были. Там, на этом скалистом утесе, там мы с вами видели привидения, я ходил смотрел. Ничего интересного нет. Может и есть? Но пока что не видно. Слава богу, что оно ничего плохого нам не делает. У меня были камни в почках, и ты посетила меня в госпитале. После операции, когда я был еще наполовину погружен в анестезию, образ и твои слова размывались. Теперь мои камни выросли в остров и сбежали, а ты стала потемневшим изображением в автомобиле пьяницы. Друзья, значит, смотрите, получается, что наш главный герой лежал в госпитале, то есть у него были какие-то проблемы со здоровьем. В данном случае камни в почках. Он говорит, что камни переросли в большой остров, сбежали. Вот такие вот дела. Мне кажется, что это примерно как с Джеки Стакада из Даркнесс 2. То есть у него тоже глюки такие капитальные. В данном случае, может быть, наш главный герой, за которого мы сейчас играем и слышим его мысли, он лежит в больнице, в госпитале. Возможно, даже в предсмертном состоянии. Видите, вот такие вот дела. То есть как бы его сознание, мы гуляем, смотрим на его сознание уже с другой точки зрения. Видите, вот такие дырки большие. Надо посмотреть, кстати, что это такое. Давайте спустимся. Он, может быть, уже овощи и вот такие вот блуждания, видите, в его мозгу. Вот таким вот представляет главный герой свое сознание, свой внутренний мир, я думаю. Но это сугубо мои представления, мои догадки, потому что пока что другого в голову ничего такого разумного не лезет. Что это такое? Огромная дыра. Так. Ну что, упадем, друзья, посмотрим. Давайте посмотрим на этот белый свет в последний раз, и можно прыгать. Опа. Тихо, тихо, тихо. Так, я так понимаю, загрузка нового уровня, нет? Опять вернись. Нам говорят, чтобы мы вернулись, видите. Ну хорошо, больше падать не будем. Надо было попробовать один раз все-таки играем. Хорошо, значит, мы упали. Нас сказали, чтобы мы вернулись. И мы продвигаемся дальше. Вон какая-то хижина виднеется. Значит, давайте пойдем посмотрим, что это такое. Что у нас здесь было? Я начал подниматься от моря в сторону центра. Это прямая линия к вершине, где вечер начинает виться вокруг антенны и сжимать сигналы в начало молчания. Хибарка просела в горе. Чтобы избежать взгляда антенны, я тоже буду ползти под островом, как животное, и приближаться к ней с северного берега. Значит, мы направляемся в сторону Хибарки, друзья. Будем смотреть, что это за Хибарка. Видите, какие-то странные здесь дороги, пути. Но, честно говоря, похоже на то, что здесь были здания раньше. То есть здесь вполне себе реально жили люди. Если это не является, конечно, представлением нашего главного героя. Ну я не знаю, оно выложено вон очень странно. Хибарка была первоначально построена в начале 18 века. К тому времени пастушество стало профессией. Первым местный пастух, который был человеком под именем Якобсон, от линии эмигрировавших скандинавов. Он не считался происшедшим от жителей материка, он приезжал сюда каждое лето. Пока шло строительство, надеясь, что в конце концов, стал владельцем своей собственности, обеспечить себя женой и происхождением. Данелли писал, что этого не случилось. Он поймал некоторые болезни от своих недовольных коз и умер через два года после его завершения. Не было никого вырезать, что-то вырезать. Черт, какая жесть, друзья. Так, вон, смотрите, там хибарка еще одна. Что-то похоже на сарайчик, давайте зайдем посмотрим. Так, значит, здесь, оказывается, видите, жил пастух в этой хибарке. Первый на острове. Первый человек, так. Здесь снова какие-то каракули, какие-то формулы. Интересно. И, в принципе, все, больше здесь ничего нету. Давайте зайдем в саму хижину, посмотрим, что там такое. У него были козы. Себе жил? Себе человек жил? Ну, мне, честно говоря, не кажется, что здесь кто-то жил. Это просто такие уже глюки жесткие пошли. В самом деле. Козы. Если бы здесь были козы, мы бы хотя бы какие-то черепа бы встретили. Кости этих коз. А пока что ничего нету. Когда масло лампы закончилось, я не взял фонарь, а использовал лунный свет для чтения. Когда я вытащу последние останки смысла из нее, я сброшу книгу Данелли со скалы, возможно, вместе с собой. Может быть, она будет смыта через пещеры и извергнется оттуда весной, когда пойдет дождь. Чтобы вернуться к пещеру отшельника. Может быть, она будет на столе, когда я проснусь. Я думаю, что, возможно, бросал ее в море уже несколько раз. Честно говоря, текст, который я вот читаю, он какой-то, знаете... Так, что это такое? Это, похоже, видишь... Анали... Ээээ... Тим... Как он называется? Не рентген, а с помощью УЗИ сделали. Видите, изображение, рисунок. То есть, наш главный герой говорит, что была болезнь у человека, который здесь жил. И он умер. То есть, вылечить его никто не мог, к сожалению. На чашке тоже, видите, изображены символы. Возможно, эти... Молекулярное строение, всякая хрень эта химическая. Хорошо, друзья, выходим. Мы все ближе и ближе к МАЙГу. Так, птичка вылетела. Ближе продвигаемся, посмотрим, что это такое. Так вот, касательно вот этих записей, то, что появляется, то, что я читаю вам... Честно говоря, больше на какую-то ересь похожая. Не знаю, может быть, о грехе в переводе. На самом деле, трудно понять. Поэтому я теперь понимаю, почему люди говорят, что надо игру провести несколько раз, чтобы понять вообще смысл этих всех диалогов. Монологов, скорее. Монолог даже, не диалог. То, что говорит наш главный герой. Что с ним происходит. Ну, в данном случае мы с вами путешествуем по камням из почек. Как бы это сумбурно не звучало, но, тем не менее, это и есть правда. Так. 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 Что-то я заговорился. Давайте смотреть. Мы спускаемся опять на берег. Давайте посмотрим, как нам это сделать. Что сделал Донелли? Опиум и сифилис. Это явно не то, с чего он начал. Но я не смог обнаружить, было ли первое результатом его посещения острова или сил, которые привели его сюда. Насчет сифилиса, пьяного водителя, разрушившего его внутренности и кашу. Как он наступился, попав на этот путь? Я могу только посочувствовать. Мы все жертвы нашей эпохи. Моя болезнь – двигатель внутреннего сгорания и дешевый процесс брожения дрожжей. Да, друзья, значит, пока что непонятно. Была, в общем-то, какая-то авария, судя по всему. А после этой аварии наш главный герой попал, видимо, в госпиталь. Да, тут, конечно, трудно пока что для восприятия. Они нашли Якобсона ранней весной, только что наступила оттепель. Хотя он был мертв почти 7 месяцев. Его тело было заморожено вплоть до нервов и даже не начало разлагаться. Его ногти были сырые, обкусанные. Они нашли фосфорицирующий мох, растущий в пещерах под ногтями. Что бы он ни делал, под островом, когда его силы начали сдавать, он проиграл. Он упал на полпути вверх по скальной тропе, возможно, в бред, возможно, пытаясь достичь огня Хибарки. Прежде чем скричился в камень и скончался. Да, вот, я как и говорил, в принципе, что я думал, что это флуоресцентная краска, но оказывается, что это фосфоро... Фосфоро... Какое-то там фосфоро содержащее, то есть, которое светится в темноте. То есть, это было видно, я вам сразу как бы говорил, что... Под ногтями, как говорит наш главный герой, было найдено вот это вот мох, этот фосфороэцидный, или как он там называется. Спускаясь в пещеру, я поскользнулся и упал, повредил свою ногу. Я думаю, что бедро сломано, это явное заражение, кожа стала ярко-розовой, жесткой, и боль обрушивается волнами, зимними приливами к моему берегу. Заглушая боль от моих камней, я пытался вернуться обратно к Хибарке. Для отдыха, но стало ясно, что путь будет только в один конец. Лекарства, награбленные из драулера, внезапно нашли предназначение. Они будто будут держать меня в сознании до последнего восхождения. Значит, я так понимаю, что события немножко опережают наши действия. То есть, эти диалоги... Значит, мы еще не упали, но я так понимаю, сейчас мы упадем. Ух ты, как красивая, кстати. Очень красивая пещера. Лично мне очень нравится, очень симпатично. И наш главный герой сказал, что он уже ногу сломал, я так понимаю. Ну что ж, падаем, опа. Это у нас идет уже вторая подгрузочка, получается. Вторая такая серьезная загрузка, серьезная локация. В игре всего лишь их четыре, насколько можно судить, из главного меню всего четыре больших локации. И одна из них это пещеры. В данном случае сейчас мы здесь и начнем. Давайте посмотрим. Зашел ли Якобсон так далеко? Могу ли я найти царапины его ногтей, захороненные в скалах? Могу ли я следовать его пути? Клетка за клеткой, дюйм за дюймом. Почему он развернулся и не повел себя к восхождению? Твою мать! Я так искренне говорю, потому что это реально классно. Это очень красивая пещера, друзья. Я лично просто очарован, насколько красиво это все сделано. Вот если бы мне сказали, что Олег это все движок Half-Life 2, я бы даже не поверил, друзья. Потому что это реально красиво. Пусть картинка эстетичная, но я вам советую, посмотрите, скачайте. Потому что видео после кодирования немножко в качестве ухудшается. Вы не сможете почувствовать, насколько здесь красиво и очаровательно. Уже как все-таки классно. Смотрите на это. Люблю пещеры, очень красиво это выглядит. Так, что это такое свечка? Ну, если приближать, то, конечно, да, мелкие грехи и графики заметны. Но вот насколько постарались перенести этот антураж разработчики, это просто феноменально, друзья. Насколько красиво. И в самом деле чувствуется, что мы играем в какой-то бенчмарк. Проходим, тестируем возможности нашей видеокарты. По отработке каких-то полигонов, там, затемнений, света и всего прочего. Ух. И в самом деле уходить отсюда не хочется. Я постараюсь поменьше сжимать видео, чтобы те, кто не хочет играть или не может, или дорого купить игру в стиме, может посмотреть, насколько замечательно передается атмосфера в этой игре, насколько изумительное качество. Так, здесь есть что-то похожее на грибочки. Смесь грибов и медузок. Так. Та-та-та. Вот такая вот красота. Видите, какая рифма получается. Продвигаемся, друзья. Будем смотреть. Ух. Видите, там синие тона, здесь красные. Класс. Смотрите, здесь можно просто стоять и делать скриншоты себе на рабочий стол. Потому что это реально красиво. Это и в самом деле очень красиво выглядит. Я же не знаю, просто начинаю перехваливать игру, но я давно не любовался так графикой компьютерной. То есть, знаете, одно дело, когда технологически сделана игра, то есть, технологические фишки, вот Crysis 2, да, к примеру, там, CryEngine, вот этот их недвижок. А здесь красота именно эстетики, получается. Это было, как будто кто-то взял автомобиль и потряс его, как коктейль. Бардачок был открыт и опустошен вместе с пепельницами и багажником. Это сделано для музея руин, выставки разрушения. А здесь реально вот смотришь и любуешься, насколько это красиво. Я читал, да, люди писали, что мы делали скриншоты, потому что это реально красиво, на рабочий стол ставили. А здесь уже пошла физика, друзья, насколько я могу судить. Здесь эти участки цепи изображены, то есть, можно посмотреть. О, супер, супер, друзья. Обязательно поиграйте, посмотрите. Мы с вами уже сколько больше часа играем, где-то так, может быть, может меньше. Я время особо не засекал, но уже могу сказать, что выглядит это просто изумительно. Хотя бы ради того, чтобы посмотреть, насколько красиво и с душой можно делать игрушки. Так, теперь надо, главное, посмотреть, чтобы мы назад не шли. Значит, сюда я пришел. Из зеленого мы вышли. Ага, в синее будем идти хорошо. Продолжаем наше движение. Смотрите, главный герой уже идет ползком, ползет. И я вижу снова очей очарования, потому что это реально красиво. Это просто загляденье, я посмотрю, смотрите. Водопад и свечения эти. Ну что, падаем в водичку, давайте, падем. Опа, ах, тихо, тихо, тихо. Вроде бы живой. Мы не получаем никаких увечий, то есть, можно не париться. Смотрите. Ну, как можно не любоваться, насколько это красиво сделано. Сейчас разработчики больше тратят на новые технологии, на новые там, что-то делать, покрасивее графику, то есть. А сделать внешний вид, обустроить все уровни, чтобы было так изумительно. Посмотрите на эту пещеру, посмотрите на эти водопады, которые эти, это вообще жесть. Я не знаю вообще это. Любоваться можно бесконечно, насколько это красиво сделано. И самое интересное, что как бы это все в мозгу нашего главного героя происходит. И даже диву даешься, под какими таблетками он сидит, чтобы такое увидеть. Хорошо. Будем, не будем зацикливаться. Кто хочет, всегда может сам поиграть или пересмотреть видео заново, посмотреть. Хотя бы ради парочки скриншотов игра определенно заслуживает внимания. Хоть посмотреть, как это все выглядит. Смотрите, ну, просто изумительно. Да, любоваться, не перелюбоваться. Главное еще выставить все сглаживания, все, фул анти-аллисайлинг, этот весь на максимум. Посмотреть со сглаживанием, это вообще красота. На самом деле, думаю, что это живые обои на рабочем столе такие. А вот тут уже другой вопрос. Видите, тут довольно проблемно идти. В реальной жизни человек бы здесь, наверное, не прошел. Потому что здесь, видите, как вымотая, довольно скользко было бы. Но наш главный герой, видите, Нил Кэмшит, поэтому он нормально передвигается. Я направляюсь, видите, к красной уже пещере. То есть у нас есть синие цвета, красные цвета, красные пещерки. Очень красиво это сделано. Согласитесь, ну вот по первому виду не скажешь, что это движок Half-Life 2, да? Который вышел там хрен знает когда. К нему, конечно же, выходили дополнения, выходили новые версии движка. То есть модернизированные более. Но, тем не менее, очень красиво. Это о чем он говорит? О том, что если к чему-то руку приложить с душой, то есть можно сделать не такую конфетку. Хорошие обертки. Обычно у нас как получается? Красивая обертка. Сейчас так игры по принципу делают. Красивая обертка. Вы покупаетесь на красивые какие-то эффекты, на какие-то там, не знаю, примочки. Как было с синдикатом. Вы можете, кстати, посмотреть прохождение. Я там тоже много чего интересного говорил на этот счет. Смотрите. А потом, когда красивую этикетку вы разворачиваете, внутри вы видите... Даже не знаю, ну кусочек говна завернутый, честно говоря. И все, не более того. Я продолжаю перечить свои собственные смертельные агонии. Инфекция в моей ноге это нефтяная вышка, черпающая черную грязь из глубин моих костей. Я горстями глотаю диазепам и парацетамол, чтобы остаться в сознании. Боль протекает через меня так, как протекает море. Смотрите. А это еще забавнее смотрится. Здесь вообще жесть. Огромное открытое пространство. То есть, если по мере вот этих гор смотреть. Так, что это там поплыло? Не показалось, или там что-то поплыло? Смотрите. Давайте пойдем посмотрим. Видимо, у меня уже глюки. Так, надо определиться, куда здесь идти. Дело в том, что нет никаких ориентиров. То есть, вы не сможете посмотреть карту там или еще какие-то указания. То есть, мы тут идем сугубо так, как считаем нужным. Я думаю, что тут все-таки есть несколько концовок и какой-то нелинейный поворот событий. Потому что было бы просто неинтересно, к примеру, следовать всегда по одной и той же тропе. Так. Главное, чтобы эти все сосульки, будем их так называть, они упали нам на голову. Потому что было бы очень больно. Хорошо, друзья, я продвигаюсь дальше, буду смотреть уже по своему усмотрению, куда можно пойти. В данном случае нам предлагают пойти направо. И пойти наверх, налево. Давайте пойдем вверх. Так как мы упали, то есть, я думаю, что наша цель все-таки добраться до маяка. И в данном случае, чисто из логических соображений, лучше всего, конечно же, идти наверх. То есть, выход всегда будет вверху. Это я так чисто думаю, рассуждая. Пока что я не встречал больше таких теней, слава богу. Может, вы заметили. Если вы заметили, пишите в комментариях, пишите в личку, в видео. Я больше теней таких вот непонятных не видел. Только там вот, где корабли эти были зарушены. Так, смотрите, снова, видите, как будто как дерево какое-то, что ли. Ух, красота. Поднимаемся. Разработчики говорили, они даже не думали, что игрушка, их недорогая Эстер, вызовет такой, эм, такой всплеск эмоций у тех, кто в это играет. Потому что игра разошлась огромными тиражами, то есть, по стиму. Это реально интересно. Я надеюсь, что это не глюк, и это реально какие-то, какие-то, не знаю, что это такое. Даже трудно сказать. Похоже, какие-то ромбики, что ли. Какие-то полезные вещества. Так, я удержу руку, протянутую тобой мне, с вершины вниз в эту шахту. Темные воды, где малые цветы, ползут к солнцу. Фары отражаются в твоих зрачках, свет луны в тени трубы крематория. Ух, жесть какая, жесть. Жесть. Так, все чаще и чаще наш главный герой говорит о каких-то фарах, то есть, автомобильно. Все-таки была какая-то авария, судя из этих диалогов, насколько я могу понимать, что здесь что-то было. Давайте посмотрим, поплаваем. Что здесь может быть? Мы просто сели на миль, получается, и все. Давайте будем продвигаться. Жесть, конечно. Ну, это реально красиво. Я все-таки думаю, что это где-то реально такое есть, потому что из головы такое взять, это просто жизнь была бы придумать. Хотя, мало ли. Это, на самом деле, похоже больше на приключения в каких-то пещерах. Так, что у нас такое? Вот, Дамаск исключается. Значит, на русском, видите, написано Дамаск исключается. Я пока что не знаю, что это значит, какое отношение имеет город Дамаск вообще к ситуации, которая здесь. Здесь, видите, все измазано этим мхом и этой краской, светящейся здесь просто шесть какая-то. А здесь зеркально написано Дамаск исключается. Зеркальное отражение, значит, физические, вот эти вот все схемы, участки цепи. Я помню, по физике в школе мы такое-то уже сделали, но если это, конечно, это... Может, и химия. Ну, химия тоже здесь есть. То есть, наш главный герой, судя по всему, был какой-то ученый, который увлекался этими делами. Так, Дамаск исключается. Здесь все измазано, исписано этим делом. Так, поднимаемся. А что у нас тут из числа городов? Понимаете, вот если так смотреть, то это просто несвязные предложения. Но я так глубоко не проникался игрой, то есть в данном случае вот слепое прохождение пока трудно понять. Может быть, какая-то есть предыстория, хотя бы в печатном или в электронном варианте, то есть почитать и понять, что здесь произошло. А так, сходу, то есть трудно для рядового пользователя, в данном случае для меня, понять, что здесь происходит. Несмотря на то, что я читаю эти все диалоги нашего главного героя и пытаюсь понять ситуацию, то есть что с ним произошло. Но то, что он больной на голову, это уже и так ясно. То есть тут думать не надо. То, что он попал в аварию, то, что... Это тоже факт пока что. Так, смотрите, мы продвигаемся. Здесь уже больше на лед похоже, хотя это какие-то свисающие, видите, растения, которые живут в этих пещерах. Интересно, чем они питаются. Очень интересно сделано. Судя по всему, друзья, сейчас нам придется проплыть. Так что оставайтесь со мной, будем плыть. И продолжаем наше путешествие по игрушке, дорогая Эстер. Отлично. А тут нету никакой шкалы воздуха. То есть можно плавать, я так понимаю, бесконечно. И любоваться красотами этих подземных подводных пещер. Очень красиво сделано. Это реально. Вот я даже не знаю, что вот мне приходит в голову. Первое по красоте. Честно, друзья, я не скажу. Вот ни с одной игрой не сопоставимо. И я не могу ничего такого сразу сказать, чтобы не напоминала игрушка, дорогая Эстер, по атмосферности, по красоте вот этих пейзажев. Ну, разве что бенчмарки от Nvidia. Там всевозможные те больше похожи. Так. Что у нас здесь такое? Деяние 22.0. И показана стрелка вниз. А что у нас здесь? Книжечка. Интересно. Так. Ну что, падаем? А, тихо, тихо, тихо. Аккуратно. Я надеюсь, так надо по сюжету было упасть. Давайте посмотрим, что это такое. Так, друзья, смотрите, что в данном случае происходит. В воспоминаниях и письмах Эстера наш главный герой говорил, что была авария. Что его внутренности там просто перемололо вследствие этой аварии. Сейчас мы упали с вами в очередное воспоминание нашего главного героя. А в данном случае это дорога и, судя по всему, то место, где произошла авария. Давайте посмотрим. Значит, мы под водой находимся как в невесомости. То есть, можно прыгать. А вот один автомобиль. Видите? Разваленный, разобранный уже после аварии. Раздолбанный, если так точно говорить. А вот второй автомобиль. Давайте посмотрим на него тоже. Это какая-то автомагистраль, судя по всему. Потому что... К другому я не вижу никаких знаков. Но, скорее всего, это автомагистраль. Так. Судя по всему, нашего главного героя сбил Запорожец. Если верить тому, что мы сейчас видим перед глазами. Так. Трупов нет, ничего нет. Может, какие-то есть знаки. Я пока что ничего не вижу. Никаких опознавательных знаков. Давайте попробуем всплыть. А я вижу там, видите? Как будто на дне находимся. Давайте попробуем всплыть. Я просто нажимаю пробел. И тем самым, как бы, видите? Свой экран потух. Значит, так надо было. Я надеюсь, по крайней мере, что так надо было. И мы продолжаем наше путешествие. Уже, видите, вот мы упали. Давайте поднимемся. Очень красиво. Реально классно сделано. Фу. Вот мы и выплыли. Так. Давайте осмотримся, что у нас здесь есть. Вот каждая локация новая, она просто неописуемая красоты.